Лексо Если сейчас мы не сохраним то, что нам передали наши предки, мы утратим будущее. Не то, что европейское, но и в целом грузинское. Привет, это Амбови. Мы рассказываем о драматичных событиях в Тбилиси, условно начавшихся с несостоявшегося марша достоинства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Почему условно и что на самом деле произошло? Давайте разбираться. Сова – это независимый голос о Грузии на русском языке. Мы вещаем из Тбилиси. 5 июля в Тбилиси должен был пройти марш достоинства, завершающие события недели Прайда в поддержку ЛГБТ-людей. Все мероприятия в рамках недели проходили в условиях тотальной секретности, но гомофобные активисты по каким-то своим каналам узнавали, где устраивают мероприятия и пытались срывать их. Марш на центральном проспекте Рустай-Вейлис ждала та же участь, поэтому и соображение безопасности его было решено отменить. Но собравшаяся толпа противников Прайда нашла применение своей агрессии. В ходе беспорядков в центре в Тбилиси пострадали 53 сотрудника СМИ, подавляющее большинство – представители критических медиа. Позже мы поговорим об управляемом насилии, а пока о других событиях, произошедших тогда же, 5 июля. Толпа агрессивных мужчин устраивала погромы в офисах неправительственных организаций. Нападала на всех, кто внешне не подпадал под их представление о маскулинности – от школьников в ярких майках до польского туриста, раненого ножом из-за серьги в ухе. А еще подстрекаемые лидерами антизападных движений и священнослужителями участники гомофобной акции дважды сорвали флаг Евросоюза, установленный у парламента Грузии. Воздвигли там же Большой крест Святой Нюно и устроили пляски. Видимо, в честь торжества насилия. Всем этим бесчинствам предшествовало противоречивое заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которая послужила своего рода командой к действию для радикалов. У нас многовековая история. Большинство населения не приемлет таких акций. Я считаю, что она не должна проходить. На этом фоне крайне сомнительно звучат оправдания властей. Дескать, полиция не смогла обуздать ультраправых радикалов. Не смогла она и привлечь к ответственности виновных. Практически все нападения на журналистов попали в объективы телекамер, а многие транслировались в прямом эфире. Идентифицировать нападавших не должно было составить труда, но задерживают преступников почему-то дозированно. Непредъявлены обвинения и тем, кто прямо подстрекал к насилию. Ни лидерам ультраправых, ни священнослужителям. Драматичным поворотом во всей этой истории стала смерть оператора телеканала ТВ Первели Лексола Шкарава. Через несколько дней после его жестокого избиения радикалами. Полиция буквально выкрала тело мужчины из его квартиры, спешно отправив на экспертизу. А вскоре заявила, что Лошкарава скончался в результате передозировки наркотиков. Но критические СМИ, оппозиция и гражданские движения настаивают. Лексо убили действующие под защитой властей – головорезы. Премьер Гарибашвили считает, что оппоненты власти на теме смерти оператора спекулируют. На заседании правительства он, правда, досадно оговорился. Неважно, по какой причине был наказан, скончался Лексола Шкарава. В этом же выступлении премьер сделал заявление, которое многие восприняли как самоиллюстрацию Гарибашвили и провозглашением диктатуры большинства. Слова о том, что меньшинство больше не будет решать судьбу большинства, стали признанием в отказе от принципов демократического строя. Гарибашвили оговорился по Фрейду, когда назвал гибель Лексо наказанием. Его бессознательное, которое без того проявилось 5 июля, показало, что это было наказание. Журналисты вместе с гражданским обществом были первыми объектами насилия. Но в первую очередь журналисты. Потому что власть не выносит свободу слова, боится критического мнения, их трясет от этого. Потому что в действительности их дела очень шатки. Акцию журналистов в память о погибшем операторе, на которой звучали требования отставки премьеры и правительства, Гарибашвили назвал антигосударственной, антицерковной и антигрузинской. Так в светской и секулярной Грузии в речи лидера страны церковь и государство объединились. Эта спецоперация была спланирована правительством патриархии, а также группами, которые ориентированы только на усиление своего влияния в Грузии, утверждение власти Путина. Установление авторитаризма в Грузии означает установление российского правления. Марш достоинства, или как его называют грузинские радикалы и российские федеральные каналы гей-парад, оказался прекрасным поводом для сведения счетов с политическими оппонентами и в целом с критической мыслью в Грузии. Страхи перед насильственной гомосексуализацией, как стало понятно еще в 2013 году, способны мобилизовать определенную группу людей. Эти зондергруппы – удобный инструмент, которым можно задействовать в нужный момент, а впереди важные выборы в органы местного самоуправления, от которых зависит, пройдут ли в Грузии досрочные парламентские выборы. Политические группы, особенно в предвыборный период, пытаются использовать различные вопросы в собственных целях. К сожалению, очевиден был их расчет и в этот раз. Но они ошиблись, потому что, если хоть раз ты выпустишь на свободу толпу в надежде, что она немного заденет твоих политических оппонентов, и ты найдешь в этом выгоду, эту толпу уже не остановишь. Это простая логика, которая лежит на поверхности в истории человечества и политического мышления. Как только запустишь ахлократию, не так просто ее приручить. Эксплуатация национальной идентичности – опробированный метод. Его успешно используют правые силы в Восточной Европе и в России, особенно на Северном Кавказе. И Грузия, кажется, встает на путь чеченизации. Примечательно, на акциях против ЛГБТ многие делали акцент на общекавказских традициях, а не общеевропейских ценностях – таков выбор нравственных ориентиров в 21 веке. Я не припоминаю, но помнила бы, что официальное лицо сказало, что мы являемся кавказцами, носителями традиций кавказских, носителями традиций, и теперь большинство будет определять, как будет жить меньшинство. То есть это как бы кость подброшенная большинству, что теперь вы будете решать. Вот у нас теперь будет такая полная ахлократия. Теперь вы здесь главные, не они. С другой стороны, этим посланием, это запугивание либералов, что вот вас мало, а их много, 95%, а вас мало. И теперь вот они будут определять, как будете жить вы. Говоря о чеченизации, мы имеем в виду то, что теперь оппоненты режима в прямом смысле рискуют своей физической безопасностью. До публичных извинений, критиков на камеру и вне судебных казней геев дело пока не дошло, но механизм кажется запущен. Другой вопрос – позволит ли грузинское общество навязать себе такую модель государственного управления? Медиа уже, по сути, объявили власти в войну. За этим, на мой взгляд, не последует кадровизация или иронизация Грузии. Наше общество отличается. Иронизация последовала как ответ на быструю вестернизацию незападного общества. Мы – часть западного общества и всегда были частью этого пространства, религии, философии, ценностей. И у нас есть четко выраженный проевропейский интерес группы. Поэтому я считаю иронизацию невозможной. Так же, как и кадровизацию, которая, кроме ценностных процессов, подразумевает полную политическую незрелость и отсутствие суверенитета в своей основе. Грузия обладает суверенитетом, поэтому это так просто не случится. В этой борьбе власти пошли на альянс с церковью – самой авторитетной и влиятельной институцией в стране, которая, впрочем, все чаще становится объектом критики. ГПЦ критикует за алчность, коррупцию, дремущесть и агрессию. А еще, как и правительство Грузии, церковь обвиняют в игре на пользу интересам России. Теологи и некоторые священнослужители давно говорят о том, что в патриархии усиливается пророссийское крыло. Подпитывая идею единоверия, они подрывают доверие к западным демократическим механизмам. Призванная призвать к всепрощению и состраданию церковь, к примеру, была категорически против антидискриминационного законодательства. Несерьезно очень много лет на выступления всех священников, которые распространяли эти теории антиглобалистические. И это была подготовка почвы для того, чтобы в один прекрасный день вышла какая-то девушка и начала рассказывать о том, что вот если вы сейчас, допустите, прайд, то тогда вся страна будет жить по распорядку дня, которые будут для вас определять геи. А они вот такие. И показывают кадры, там, это самое, людей переодеттых в костюмы ВДСМ. И рассказывают, что вот ВДСМщики будут вами управлять. Правительство Грузии на словах, поддерживая западные ценности, использует потенциал права радикалов. С одной стороны, правящая грузинская мечта опасается церкви, ведь поддержка духовенства жизненно важна для сохранения власти. С другой, мечта использует религиозные чувства для достижения политических целей. Правительство не только не пресекает призывы отдельных священнослужителей к насилию, но и защищает церковь от нападок. Еще один столб, на котором держится система запугивания оппонентов, радикальные группировки, каждая из которых так или иначе связана с российским влиянием. К примеру, медиасредства Альтинфо, блокированные Фейсбуком, но успешно транслируемые в Грузии. Ведущие интернет-каналы не скрывают своих радикальных преступных взглядов и прямо угрожают всем сторонникам западного курса, которых они с настойчивостью называют либерастами. Альтинфо, по сути, были своего рода оргкомитетом беспорядков 5 июля. Они же, уже после избиения журналистов, угрожали им новыми расправами. Физическое существование всех либералов будет под угрозой, заявляли они. На легальной телевизионной частоте вещает группа, которая в постоянном режиме, в прямом эфире призывает к насилию. Это ответственность государства – защитить граждан от внешних влияний подобного масштаба. Остальное, как мы, разные группы, будем дискутировать о ценностях, соглашаться друг с другом или нет, иногда будем устраивать друг против друга демонстрации или оскорблять друг друга в соцсетях. Это наши внутренние дела, это естественный и здоровый процесс. У нас, у грузин, есть одно хорошее качество. Сегодня мы до последнего оскорбим друг друга в комментариях, завтра залайкаем комментарии того же человека, а послезавтра чокнемся бокалами. Так что это ответственность государства – огородить нас от внешних сил, а дальше мы, граждане, как-то сами разберемся между собой. Если мы будем говорить о том, что все эти каналы, все эти люди, которые сегодня распространяют теории заговоров, оркестрированные Кремлем, мы сами уйдем в теорию заговора, но понимаете, в чем дело? Поражив 70 лет в Советском Союзе, еще 40 лет под империей, население постсоветского пространства, все эти теории заговора, которые идут из России, это как бы продолжение истории, которая оборвалась в 90-х. Вот это все звучит правдоподобно, а все остальное не звучит правдоподобно. И поэтому это сильно действует, это работает, и об этом спецслужбы, естественно, знают. Ультраправые группировки в Грузии в последние годы действительно расплодились, но у каждой из них, судя по всему, своя функция. Грузинский марш время от времени, всплывающий в медиасфотках, на этот раз, кажется, куда-то исчез, объявивший о политических амбициях Ливан Васадзе с его движением Эри тоже. У Васадзе уважительная причина – болеет за границей, поэтому участвовал в погромах только на словах. Кремлевский наставник Васадзе, ультра-радикальный философ Александр Дугин, тоже проявил активность в сети. Человек, которого некоторые называют идеологом Кремля, к примеру, на своей страничке поддержал сбор средств для гомофобов, задержанных по факту избиения журналистов. Кстати, мы рассказывали о тандеме Дугина и Васадзе в одном из выпусков Амбови. Ссылка будет в описании. Мы находимся в настоящем декларированном процессе войны с Россией, потому что после войны 2008 года мы не подписались под капитуляцией, не признаем результатов войны. У нас прерваны дипломатические отношения. В таком случае, когда вторая воюющая сторона создает официальные группировки, которые заблокировал Фейсбук ввиду своих регуляций, потому что они открыто призывали к насилию, и которые достигли того, чтобы добиться чистоты в цифровой сетке вещания, это даже не гибридная опасность. Это типичная конвенциональная война, когда второй воюющей стороне удается устроить внутренние беспорядки с помощью финансируемых ими групп. Очевидно, что своим бездействием грузинская мечта покровительствует маргинальным группировкам, орудующим на улицах Тпилиси и рвущим на куски флаг Евросоюза. А в Москве им высказывают почтение, как истинным грузинам, не предающим православную веру и традиционные ценности. Они молятся на Дугина, но в действительности наш учитель, либералов и вообще главный основоположник идеи свободы Илья Чавчавадзе. Поэтому если сейчас мы не сохраним то, что нам передали наши предки, мы утратим будущее. Не то что европейское, но и в целом грузинское. Европа для нас уже абстракция. Речь о грузинской действительности. Это еще один урок для нашего общества. Лексо убили пропитанной ненавистью группы, но в целом убила ненависть к человеку. Гомофобия это и означает. Сам Лексо не был представителем ЛГБТ-сообщества, но общество нетерпимо к тем, кто не похож на большинство. То, что сделали с Лексо, фактически это то же самое делали и делают с представителями этого сообщества. Это и есть большой урок гомофобии. Это ужасно. Ненависть к человеку – страх человека. В российских СМИ, комментируя насилие на улицах Тпилиси, говорят, не все пропало, детскость грузины еще держится. За счету прав меньшинств в Москве расценивают не иначе, как провокацию Госдепа США. Нарратив прост – западные ценности и европейская эстетика чужды стереотипным кавказцам. Об этом мы тоже говорили в одном из выпусков Амбове. Он назывался «Республика Хачапури». Кремль всегда желает одного – сохранить влияние на постсоветском пространстве. Существует множество механизмов для этого. Основной из них проходит через провоцирование гражданского противостояния. Кроме того, Кремль не хочет усиления европейского влияния. Он также желает, чтобы государства не смогли добиться экономического, социального и политического развития. Причина та же – чтобы не потерять свое влияние. Эту политику они ведут последовательно и осознанно. В отличие от нас, они знают, что для достижения цели недостаточно одной операции и нужны постоянные попытки. И им хватает для этого профессионализма. В отличие от постсоветских стран, в Евросоюзе считают естественным столкновением мнений, демонстрацией, даже определенную радикализацию. Евроскептицизм существует и в странах Европы. Случившееся не поставит под удар наше европейское будущее. Напротив, это может усилить европейскую поддержку в грузинском обществе. В российском ТВ, к примеру, марш достоинства в поддержку прав ЛГБТ сообщества назвали изнасилованием традиционных ценностей грузинского народа. Дескать, на насилие ответили насилием. Я уже упоминала словосочетание «управляемое насилие» – это о том, как использовать ненависть и агрессию для достижения геополитических целей. Впервые за 20 лет, в течение двух дней, Грузии сорвали флаг Евросоюза, причем дважды, и пытались его сжечь, прикрываясь именем Бога и авторитетом церкви. Это сделали члены радикальных группировок, не раз улеченных в связях с Москвой. Но главное – все это происходило при молчаливом согласии правительства грузинской мечты. Посмотрели Амбови. Не забывайте подписываться на нас в соцсетях и ставить лайки. До встречи! Амбови.